МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Новогодние выплаты. Детские 5 тысяч рублей начислят автоматически. Свалки конец. Мусорный полигон у села Высокое обязали очистить. Перерасчет за отопление. В каких случаях можно платить меньше? Одна из главных новостей для россиян – это президентская выплата по 5 тысяч рублей каждому ребенку, кому еще не исполнилось 8 лет. О том, как ее получить, в следующем сюжете. В этом году отменены новогодние елки, мероприятия в театрах и студиях. Но небольшой подарок все же будет. Это президентские выплаты на детей. Их начислят автоматически. Единовременная выплата 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 0 до 7. будет выплачиваться пенсионным фондом. На сегодняшний день мы провели большую подготовительную работу для начала этой выплаты. По нашим ожидаемым прогнозам на эту выплату претендует где-то около 90 тысяч детей. Никаких дополнительных заявлений тем, кто уже получал такие выплаты, оформлять не нужно. Деньги будут перечислены на основании имеющихся у государства данных. Тем, кто сменил счет или ранее таких субсидий не получал, нужно оформить заявку. Хочу отметить, что 87 тысяч детей уже в нашей базе есть, потому что этим детям мы выплачивали ежемесячные выплаты летние. И 5 тысяч кому-то, кому-то 10 тысяч. Поэтому те граждане, которые в свое время подавали заявления через портал госуслуг на эти выплаты, им сегодня никаких заявлений в пенсионный фонд подавать не нужно. А вот те граждане, у которых дети родились после 1 июля 2020 года, то им необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг. Если возможности через портал госуслуг подать это заявление нет, то необходимо прийти в наши клиентские службы и воспользоваться услугами уже наших специалистов. В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета, на которые будут переведены средства. Это не обязательно должна быть карта МИР. Перевод этой выплаты возможен в рамках любой платежной системы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Свалку промышленных отходов в заброшенном карьере у села Высокое арендатору участка придется убрать по решению суда. Заявила нам в эксклюзивном интервью заместитель межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская. Напомним, жители сигнализировали нам о несанкционированной куче мусора еще в прошлом году. Несмотря на все попытки ее скрыть, отвечать все же придется. Март прошлого года. Заброшенный глиняный карьер у села Высокое. Когда-то здесь уже хотели обустроить свалку биологических отходов, но тогда все обошлось. На этот раз местные жители обнаружили тайный мусорный полигон и тотчас же обратились в нашу телекомпанию. Рейд съемочной группы вместе с природоохранным прокурором опасения местных жителей подтвердил. Размещены отходы, преимущественно производственные отходы, также бытовые отходы, несортированные от жилищ, крупногабаритные отходы. Имеются фрагменты и пищевых отходов. Ну, то есть различные отходы, происхождение и класс опасности, которых, конечно, предстоит выяснить. Класс опасности оказался небольшим, четвертым, но свалка становилась все масштабнее. При этом виновники еще и старались ее скрыть. Бульдозерами закапывали в песок. Хитрецов определили быстро. Ими оказались представители одной из рязанских строительных компаний. Пусть и спустя год, но их пыл охладили решением суда. Суд возложил обязанность и на арендатора земельного участка, и на собственника земельного участка вывести эти отходы, размещенные отходы, незаконно размещенные отходы, с земельного участка, то есть с отработанного карьера. Решение суда находится на контроле у Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. На контроль надзор взял и ситуацию в районе села Кузьминское, Рыбновского района. Здесь два года назад в Оке утопили паром. Собственник СПК совхоз Есенинский не спешил его доставать. Но когда на горизонте замаячила потеря актива в пользу государства, его представители уже заявили о том, что паром поднимут в ближайшее время и даже снова поставят на баланс предприятие. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тема деятельности ТЭЦ в последнее время шумит на центральных телеканалах. Вопрос об этом был задан и на пресс-конференции президента 17 декабря. Пока начаты проверки официально не установлены. Есть ли в работе ТЭЦ недостатки? Рязанцы повально обращаются к юристам с тем, чтобы узнать, не переплачивают ли они за отопление, и как сделать перерасчет в случае, если переплата действительно есть. Первым делом тема отопления и переплат вызвала шквал обращений в Ассоциацию защиты прав потребителей региона. Речь идет не только о формировании тарифа. Чаще всего вопрос состоит в том, какими нормативными документами стоит руководствоваться, чтобы произвести перерасчет оплаты за отопление или горячую воду. В далеком 2011 году, в 354-м постановлении правительства, приняты правила предоставления коммунальных услуг, в которых есть приложение номер 1 и приложение номер 2. В приложении номер 1 содержатся условия снижения оплаты при снижении объемов и качества услуг. И подробно расписано, как вы должны платить, если у вас батареи холодные, давление слабой воды, не работает то, не работает все. А вот во втором приложении можно найти формулы, по которым рассчитывается законность начисления платежей. Для этого вам нужны определенные параметры, запросить которые можно у управляющей компании. Например, площадь отапливаемого дома, открытый или закрытый тип отопления и другие. В юридической практике Ассоциации защиты прав потребителей Рязанской области немало случаев, когда по этой формуле сделан перерасчет и получены обратно переплаченные потребителям деньги. Площадь, насколько я помню, была 54,5 квадратных метров, двухкомнатная квартира. Она вышла на сумму 28,5 тысяч рублей. Переплата за отопление. Приложение, копии документов, расчеты, требования к управляющей компании. После того, как она направила данные требования, она была вызвана к руководителю на прием, который, как она пояснила, разговаривал с ней с глазу на глаз в кабинете. И он взял с нее обещание. Я говорю, вам сейчас через бухгалтерию выплачу эту сумму при условии, что вы в суд не подадите на меня. Понимаю, что вам кто-то готовил из юристов, которые разбираются в данной сфере. Она говорит, да мне никто не готовил. Я просто прочитала статью председателя общества потребителей, где написано, как подробно рассчитать и предъявить требования. Сумму переплаты девушка получила в досудебном порядке. Разницу за три года выплатили и ее соседке. Вернуть деньги – это реально. Помочь в этом может закон о защите прав потребителей и правила предоставления коммунальных услуг. На один день депутаты городской думы стали Дед Морозом и Снегурочками. Всероссийская акция «Елка желаний» проходит каждый год. В ней принимают участие представители органов власти и исполняют желания воспитанников детских домов и школ-интернатов. Этот год не стал исключением. Чудеса случаются не только в сказках. Это твердо знают те, чьи мечты стали реальностью благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Депутаты Рязанской городской думы исполнили желания воспитанников Касимовской и Лесноконобеевской школы-интерната Шацкого района, которые написали письма Деду Морозу. Акция проводится в преддверии Нового года. Мы так рады выполнить эту миссию, стать для каждого малыша, которое письмо мы получили, именно таким Дедом Морозом. Очень хочется, чтобы все, наверное, мечты, все детишек выполнялись. Мы по возможности стараемся исполнить все, что к нам приходит. Хорошая традиция. Депутаты активно в ней участвуют, исполняют совершенно различные просьбы. Каждый год мы открываем конверты, думаем, так, какая еще будет невыполнимая задача для нас. И очень приятно ее решать. Пусть они будут, наши дети, здоровы и счастливы. И всех наступающим Новым годом и Рождеством. Среди множества подарков, приобретенных депутатами Рязанской городской думы, в основном детские игрушки, настольные игры, телефоны. Все подарки именные. Пакеты и коробки были переданы волонтерам, которые в ближайшее время доставят их маленьким адресатам. В акции принимают участие волонтеры семи рязанских вузов и проекта взаимопомощи «Мы вместе». И, конечно же, большая радость дарить праздник в эти дни всем детям Рязанской области, и особенно тем детям, которые лишены родительского тепла под Новый год. Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 25 декабря. За это время мечты сотен мальчишек и девчонок должны стать реальностью. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В преддверии Нового года рязанские автобусы и троллейбусы украсили гирляндами и мишурой. Первые нарядные машины уже курсируют на городских маршрутах. В одном из таких новогодних автобусов побывала Олеся Котровская. Пока автобус номер 11 готовит к рейсу, кондуктор Татьяна Ларина и водитель Сергей Дворянкин украшают его. Это их собственная инициатива. Светящиеся гирлянды, яркая мишура, разноцветные шарики, говорят они, для создания новогоднего настроения у пассажиров. У нас на любом маршруте встречает тепло. Сегодня с утра вообще такое настроение было по боркам. То есть люди как бы, ну обычный будний день и тут приезжает такое чудо. Уходить даже не хотели. Мы вечером вернемся, я говорю, да пожалуйста. И пытаемся создать уже предновогоднее настроение. Когда видишь улыбки наших пассажиров, им на душе хорошо. То есть ты как бы радость людям принес небольшую с утра наши серые будни, как говорится, рабочие. Да, небольшое праздничное настроение. Человек уже идет на работу с хорошим настроением. Часто теперь пассажиры говорят добрые слова, удивляются, что работники сами все сделали. Особенно красиво автобус выглядит вечером, когда темнеет. По огонькам его можно распознать издалека. Прекрасно. Это один из лучших, как говорится, экипажей. В Рязани и вообще на этом маршруте слов нет. Здорово. Новогоднее настроение. Особенно у ребенка. Нравится. Конечно, когда так украшен автобус, это здорово. Нравится. Мне понравилось. Ну вот, например, вон там штучка, светящаяся, которая бусинки, да, вот этот шарик. Она очень... Какая яркая. Да. Ведь вообще очень красиво. Скоро управление объявит конкурс на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта. В прошлом году Татьяна Ларина и водитель Сергей Дворянкин победили в нем. В этом году они тоже собираются побороться за первое место. И все же, самое главное для них не приз, а новогодняя атмосфера, которая радует и пассажиров, и их самих. В костюме Деда Мороза, да, ездил. Едешь вот так вот в окошечко смотришь, мамка идет с маленьким ребеночком, помажешь, помажешь ручкой. Он такой довольный, счастливый. И мамке хорошо, и ребенок такой вот, ну, Дед Мороз едет на таком красивом, моргающем автобусе, симпатичном, радостный все. А еще экипаж автобуса готовит новогодний сюрприз для своих пассажиров. Какой карты пока не раскрывает. Его увидят пассажиры ближе к Новому году, проехав по маршруту 11-го автобуса. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. На этом я с вами прощаюсь. До встречи!